приветствую уважаемые зрители подписчики канала и так профиль и ножичек от первого цеха моделька улучшитель будем точиться посмотрим что за сталька 440 7 выставлю сейчас сопротивление так что можно было точить спокойно без без люфтиков все в порядке все в порядке и так пока выбираю камни пока делать буду подготовительной операции сразу скажу в тестовом режиме пока именно в тестовом режиме запущена заточка сверел в мастерской то есть по большому счету сверла точить можно и наточили это понятно но если а его нет б выход не хотите делать или не можете это делать сами мастерская расширяет спектр услуг вы сейчас скажем так таком режиме бета тестирования запускается до . сверел сверла точится на станках на то есть электроинструментом короче говоря да без перета без того чтобы их естественно как бы мучить совсем но это не ручная естественно заточка их само собой разумеется и поэтому это совсем недорого то есть если это какие-то маленькие сверла то там ни о чем там 100 рублей сверло 50 рублей сверло смотря насколько сложная простая ситуация вот тем более пока это в тестовом режиме цены на эти услуги минимальны поэтому если кого-то это заинтересовало вперед я какое-то время делал это для себя и всего потому что ну долгое время я просто выкидывал сверла и тупые скажем так был молоды не опытен вот это еще было значительно до вообще занятий заточкой и в целом до зрелого возраста затупилась вы выкинул ни на не проходил в голову их можно точить но со всеми бывает итак теперь к ножу сейчас я заправлю заправлю себе масленку в дэшкой здесь очень тоненькое сведение просто очень и поэтому нож очень долго резал даже будучи уже тупым на самом деле очень долго удовлетворительно резал продукты но как только он начал так уже откровенно скользить по помидору и только давлением или кончиком до вонзая с него ну стало понятно что наконец-то пора пора уже им заняться и вот можно один раз я его правил вот его час уже можно им вплотную заняться встает вопрос выбора угла угол заточки я решил сделать максимально ну по идее на заводе скажем на мастерской 1 цех мне сказали что это порядка 30 градусов здесь я в принципе хочу придерживаться этого же угла но я посмотрю какой он угол реально потому что не факт что здесь реально именно 30 градусов мне кажется чуть побольше вот если здесь будет больше то я оставлю наверное заводской угол на что рез меня устраивал выведенным он будет хорош давайте посмотрим сколько обычно я ну когда вот неясная ситуация ли когда нет конкретного заказа решаю в процессе просто-напросто нож я точу для себя у меня будет упрощенный набор абразива потому что просто потому что тем более здесь не нужна какая-то грубая коррекция режущей кромки или еще что то такое достаточно грубо устанавливать угол на рейке не нужно было потому что у меня все достаточно близко было с предыдущей заточки так но сейчас стоит угол достаточно большой нет узнаете она опущу вот так на пару градусов сразу так так ну вот сейчас почти 30 30 все теперь 30 и так сделаем пару первых движений я нож даже так как он меня рабочий не обклеивал до конца скотчем тем более что ну я не собираюсь делать какие-то с ними потребства поэтому посмотрим первое движение и смотрим подвод заводской в 30 градусов был или все-таки не в 30 градусов был пока не очень много металла ушло не очень понятно да в принципе первый цех попал в 30 градусов так что нормально столько сухенькая кстати то есть сейчас будем смотреть как будет вести себя заусенец но столько прям до нормально себя ощущает или хотя не 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 все-таки чуть-чуть угол завода чуть чуть больше может где-то 31 32 вот так это видно по ну просто может капилюха неравномерный вот вот но в целом очень прилично в принципе он был заточен завода удовлетворительно вполне удовлетворительно главное он был заточен аккуратно без лишнего косячины без какого-либо косячины это барайдик он грызет очень хорошо 440 ну и большую часть таких вот относительно а простых стали которые можно как следует закалить он берет очень хорошо вот это по-моему а с 9 что ли серия ну очень достаточно твердый камень и он не грубый это по-моему 320 если я не ошибаюсь ну не самый грубый мои планы в принципе входит получить равномерные подводы поэтому с одной стороны с другой стороны если я увижу что для этого придется убирать очень много металла увеличивается будет сведение я не буду этого делать я оставлю себе неравномерные подводы переживу это как бы по эстетике абсолютно зато у меня сведение сохранится ниточное идеально еще нож ну почему мне понравился на конкретно этот и вообще первый цех и вот конкретно этот очень зацепил чем меньше ножки он быстрее точится на самом деле ну реально и чем проще сталь да если бы это был какой-нибудь омакс то я бы с ним проводился еще дольше вот да четко сталька намазывается на этот камень это нормальное явление то есть это ожидаемое поведение вот масло надо снимать чтобы восстановить работоспособность камня максимальную вот сейчас поработаем еще в районе где чуть больше сведения уже около тупья здесь дульки как таковой нет но и при этом есть такая проблемная зона небольшая по слесарке в принципе ну я не знаю здесь наверно особо принципиально ничего по другому не сделать но слесаркой ножей не занимаюсь не могу сказать пока не занимаюсь гриндер я потихоньку осваиваю буду показывать очень интересно посмотреть как будет резать нож будет ли он брить уже с моей заточкой ну и заодно я вам покажу как делать финиш как я сейчас делаю финиш и вы поймете что это такая очень любопытная штука обсудим это заодно то есть видео будет такой очень насыщенной информацией так прошу прощения прервались звоночек итак наблюдаемая картина следующая у нас заусенец уже есть почти везде кроме вот этой зоны и этой соответственно снимаем имеющийся заусенец сталь несмотря на то что показалось вначале суховатой все таки имеет вполне себе такой запас по пластичности поэтому надо признать что все ок нюанс есть сведение все таки на пару десятых здесь больше и на одну десятую здесь больше чем здесь поэтому при работе нужно меньшее внимание то есть уделять серединочке клинка по длине и больше внимания краям для того чтобы не перерасходовать металл и не менять конфигурацию режущей кромки поэтому здесь я делаю всего несколько проходов а здесь делаю больше в принципе понятно почему ближе к рукояти нож не максимально утончен по сведению вполне разумно потому что тогда можно будет а порезаться легче от него будет слишком тонкая ну металла вот здесь будет очень мало и будет впиваться в пальцы скорее всего будет так но это не отменяет того что в общем и целом надо заточку выполнить вот и сведение надо победить в данном случае немножко неравномерное ну надо сказать что по ощущениям конечно да сталь хороша прям вот хороша то есть здесь нет такой звонкой закалки в кавычках как она порой бывает 440c после которой она только ломается без запаса пластичности это грубая ошибка естественно здесь такого нет одновременно с этим мне кажется здесь нет и ну это и по поведению как бы по затуплению было понятно здесь нет и какой-то излишней мягкости то есть сделано прям вот приготовлено прям по рецепту что называется очень хорошо пока что по ощущениям прям очень хорошо сталька в меру твердая запас пластичности хороший износостойкость ну как вот 440c то есть не какая-то бешеная конечно износостойкость но вполне достойный результат вполне достойный этот камень в принципе вот а я с детям грызет ну почти что все только самые твердые стали у которых там 62 единицы он начинает проскальзывать перестает снимать металл делает это очень медленно все что ниже 60 единиц он просто грызет при этом самое интересное то что он сам при этом особо не изнашивается вот мне это в нем очень свойство нравится понятно любому человеку занимающемуся заточкой хочется найти камень который не изнашивается и вечно точит ну вот конкретно вот этот очень похож на такой нож ой на такой камень здесь будет комбинированный вариант заточки у меня сейчас после этого камня когда мы выйдем на режущую кромку в тех параметрах которые меня интересуют у нас будет смена с барайдов на алмаз я объясню зачем так все здесь у нас везде заусенний тест остался буквально здесь вот участок в 2-3 миллиметра посмотрим буду ли его вообще протачивать до конца да может быть не буду заморачиваться может просто оставлю для безопасности пальцев может быть вообще вот эту линию сам изменю чтобы она сейчас посмотрим так вот продолжая тему маленького ножа маленький нож хорош тем что он а лежит в кармане не напрягая и позволяет часто обойтись и выйти из дому без складного ножа а маленький нож при тех же параметрах у производителя обычно дешевле чем большой нож логично вот кроме того маленький нож он всегда вызывает меньше ну как сказать проблем такой неадекватной реакции окружающих опасений окружающих неподготовленной публики сформулируем это так то есть когда я на публике там скажем так ну в людном месте или в социальной какой-то среде короче говоря достаю свой протек Готсон и открываю его те кто в теме как бы знает что протеки открываются с таким щелчком что можно преждевременные роды вызвать и соответственно люди реагируют не всегда спокойно в этом смысле маленький ножичек вот так вот в поезде едешь достал его щелкать ничего не щелкает все в порядке все я вышел на режущую кромку красота замечательно все замечательно отлично очень хорошо вот теперь поработаем с заусенчиком просто несколько движений на одну сторону несколько движений на другую сторону в принципе есть у меня набор барайдов т2 они дают значительно более чистую поверхность при отсутствии намека на мыло но надо там пройтись по каждой гритности начиная с 30 320 не всегда охота делать это для себя то есть да естественно заказчику только так и делаешь и результат естественно лучше особенно на перспективу удержания заточки но но это сапожник без сапог вот я предпочитаю лично сам для себя более практичную заточку которая делается быстро и дает пусть не стопроцентный какой-то супер-пупер мега результат а дает максимальную рабочую такую адекватную остроту и адекватные уже удержание при том что при этом как бы не дает каких-то сумасшедших затрат по времени потому что я считаю что нужно для меня на всяком случае непозволительная роскошь точить нож там себе два часа у меня просто ну нет такого времени чтобы уделить его себе а вернее если захочу уделить его себе у меня будет такое время я проведу его ну по-другому не за заточкой заточка так плюс-минус это все-таки ну как работа вот итак градусик у нас стоит все окей градусик стоит меняем камень и вот тут я перехожу на алмаз перехожу на алмаз 20 на 14 сначала то есть это так называемый ну в кавычках семисотый если смотреть по гритам им надо будет работать достаточно аккуратно и не очень не так чтобы очень долго он нужен для того чтобы просто убрать все то что нам накуролесил только что барайд барайд дал хорошую чистую матовую поверхность но она матовая потому что риски все таки пока грубовато но при этом барайд камень достаточно производительный и достаточно же производительный будет и алмаз посему как бы чтобы не съесть нож надо соблюдать очень большую осторожность ну вот здесь надо скомпенсировать толщину готово почему я использовал масс во первых в данном случае это решающий фактор для меня во первых это быстро то есть это как бы реально очень быстро во вторых это особенно в первый момент времени будет так очень агрессивный рез мне нравится когда нож режет агрессивно мне нравится когда нет ни намека на мыло мне не обязательно чтобы каждая ну как бы каждая вообще рисочка была ну канула в лету абсолютно мне надо чтобы нож резал хорошо нож заточенный на алмазах чаще всего его режет хорошо поэтому ну здесь заточка без косяков и прочее при этом делать финиш непосредственно алмазными камнями я тоже считаю излишней вещью потому что самый вот лучший сегмент проходить это середнячок как бы это средние гритности алмазные они уже не оставляют адских рисок они дают хороший финиш они дают практически предзеркало но при этом они работают быстро и они долго сохраняют свою геометрию это большой плюс потому что когда камень вот например крупный алмаз там да там очень быстро разваливается и остальные грубейшие риски которые надо очень долго выводить это просто-набыстро раздражает то есть я не точу алмазами клиентом ножи просто потому что они на самом деле не экономят время они создают дополнительные сложности проблемы в заточке и нюансы и оно того чаще всего просто не стоит на самом деле примерно так вот поэтому алмазами я точу только подешевле или себе вот ну и в принципе большинство людей у которых заточка стоит очень умеренных денег там допустим более умеренных чем у меня они просто точат на алмазах то есть ну прошлись быстренько поверхность стала в той или иной степени зеркальной да можно разглядеть под разными углами риски но поверхность зеркальная соответственно зеркальный финиш есть? есть рис агрессивный? агрессивный нож острый? острый примерно такая история то есть и в принципе это ну тоже нормально почему нет? вопрос в том насколько а долго это будет держаться во первых во вторых ну насколько это скажем так владельцу понравится насколько это входит в понимание философию его нажиманий вот для меня алмазы это специфические абразивы и я их использую строго вот по показаниям но естественно они нужные в арсенале должны быть и у меня в арсенале алмазы есть какой основной плюс вот у этих алмазных камней я сказал да это скорость на самом деле еще большой плюс это реально качественный финиш то есть они действительно дают очень хорошую поверхность это правда и здесь надо признать что ну добиться такой же поверхности с такой же скоростью чем либо кроме алмаза невозможно ну не знаю может альбором наверное можно но альбор там скажем так немножечко дороже во много раз дороже правильнее сказать правильнее сказать а так мы уже в принципе я уже вижу здесь зеркальный отблеск вот он мне очень нравится это я люблю большинство кстати любят зеркальные подводы я сам не могу объяснить в чем особый особый их шик правда честно не сам себе не могу объяснить но как показ практика только ну примерно там не знаю 3-5 процентов клиентов говорят не надо делать зеркало я хочу чтобы это все было матовое как можно более чистый подвод как можно острее нож но матовый ну в принципе есть же люди которые красят автомобили специальной такой матовой штукой я думаю что это дело вкуса в прямом смысле слова когда речь идет об эстетике ножа вот что касается остроты ну конечно один в один нельзя добиться той же остроты что на финишированном ноже но вполне приемлемого агрессивного реза можно добиться без зеркала с хорошей остротой и приличной агрессией так ну что ж проверяем себя нет ли у нас заусенца заусенца нет итак градус я запомнил и теперь каков же финиш а вот финиш я делаю так после барайдов еще одной фишки для уже ну в коммерческом формате значит что используется многие используют бланки с кожей я использую обычный деревянный бланк на который наклеена ткань в чем прикол этой системы в том что она значительно менее упругая и прогибающаяся чем бланк с кожей плюс бланк с тканью лучше держит пасту то есть у него и геометрические параметры в конечном итоге лучше и у него вес меньше он не впитывает так масло как кожа и растворитель пасты и все такое прочее и в итоге нож получается вообще от ас единственное что нужно это сразу сильно опустить угол то есть чем уже подвод в данном случае он очень узкий то есть чем тоньше сведен нож тем на большее количество градусов мы опускаем угол на которых будем финишировать соответственно в данном случае у меня был 15 на сторону сейчас я его опущу вообще очень значительно единственное что меня сейчас кстати ограничит это винт которым все это зафиксировано вот думаю что это будет нормально никаких нажатий уже делать не надо конструкция сама по себе легкая более легкая чем камень но вот она должна работать под собственным весом не более того если нажмете все испортите паста должна работать под весом конструкции не более того если подвод широкий нож большой и все такое да можно чуть-чуть там гранд 100 придавить но не более того если вот на таком узком подводе придавить то получится адский микро подвод на значительно больший угол и резать оно будет вообще не так как бы хотелось я лично такое для себя не планирую я планирую сделать удивительной остроты резачок поэтому нужно быть максимально максимально аккуратно у меня виневского завода алмазная паста нанесена вот камни финишные алмазные с ними проблемы сложности это правда то есть надо каким-то образом связку финишировать там все такое и у меня пока с моими конкретно камнями это даже не получилось толком я плюнул пока на них просто есть чем точить и есть чем финишировать так вот вот эта паста вот к ней нареканий никаких она просто идеал пасты я много чего перепробовал всякие китайские пасты из чубиков маленьких сухие там диалюкс и не диалюкс и там и так далее но на самом деле ничего лучше виневских паст алмазных не существует это факт просто однозначный факт они просто они прекрасны по другому не скажешь вот и соответственно у меня есть паста три на ноль это нечто вроде ну не пятитысячная наверное это восемь или десять тысяч что-то в этом духе может быть пять то есть тут сложно подобрать типа аналоги вот и есть паста 05 на ноль это уже тридцати тысячная по сути дела паста вот она дает прям вообще сверх финиш и это действительно очень очень красиво выглядит при этом это очень острые ножи и после заданных параметров геометрических после пред финиша барайдами после финиша там например натуральным камнем потом пройтись пастами вот этими последовательно и мы получаем адски просто адски острый нож который достаточно долго если не сказать очень долго держит заточку это правда я думаю тут дело в том что само связующее в алмазных камнях как-то вмешивается в процесс заточки и приводит к отсутствию вот того самого желаемого результата от финиша и одновременной агрессии а вот ну лично по ощущениям отводных камней мешает эмульсия которая тоже видимо создает микроподвод или еще что-то такое здесь при должном грамотном изменении угла микроподвод минимально выгружен то есть это какая-то микролинза на микро уровне линзочка которая работает которая дольше позволяет держать заточку но которая с отлетом волос сбревает в конечном итоге и вот сейчас мы это с вами я думаю уже скоро посмотрим потому что в принципе я сделал не помню сколько времени прошло не посмотрел но по видео будет понятно вот в процессе съемки я не знаю но это было очень быстро то есть я по ощущениям особо что называется ничего не делал то есть потому что когда клиентский нож точится два часа это совсем другая история у нового профиля конечно зажимы супер сталь стала просто зверская и вообще не придраться и не хочется вот и результаты прям ну просто скажем так да у них есть однозначные то есть качество точилки во многих аспектах улучшилось просто в разы другое дело что за ними нужен глаз да глаз чтобы они вовремя прислали прислали то что тебе надо и так далее но это у нас в стране всегда а вот сам продукт очень достойный вообще очень ну что ж снимаем раздеваем клинок сейчас будем пробовать а вот даже для себя для заточки самому себе полностью клинок защищаю однозначно ну в данном случае и рукоять и клинок защищаю скотчем потому что покрытие такое да если здесь царапка будет оно будет видно и я буду знать что это я поцарапал и мне будет обидно поэтому обрабатываю скотчиком так ну что ж надо попробовать на чем-то порезать а вся бумага вдалеке ну воу так не знаю вам видно не видно нет не видно ну сейчас бумажку принесу что же делать так бумажка ножичек ну излишне говорить что нож острый то есть он с этой бумажкой может делать ну просто что хочет просто что хочет ну и настало время что-нибудь побрить это мой нож его не надо никому давать как бы он чистый я его только что протер вдешкой что может быть чище да бреет просто с отскоком просто с отскоком бреет сказочно фантастически сказочно я даже не чувствую как он сбривает волосы я просто не чувствую он не просто их сбривает он еще повторно их перерезает когда они попадают под него еще раз вот это прикольно я такого даже не помню потому что на такой угол редко просят заточить ножи на 30 градусов вот но когда просят в принципе да похожий эффект наблюдается только я клиентскими ножами не брею волосы на пальцах поэтому так ну вот такая история зачетнейший нож зачетнейшая сталь легко быстро точится в просто опасную бритву и посмотрим сколько протянет я думаю прилично протянет а вы как думаете?